Микс Ньюс Давайте напишем историю вместе Прекрасная юность Поиски правды Вспывшиеся надежды И данные обещания Флэшмобы в Фейсбуке И случаи из нашей жизни В студии Радио Болтком По пятницам в 3 часа В программе Очевидец Здравствуйте, уважаемые слушатели, Олег Пеков в студии И сегодня программу Очевидец проведу я А сегодня мы поговорим действительно на тему Чуть-чуть, может быть, вспоминая Но все-таки с уклоном на сегодняшний день Зачем мы читаем, что мы читаем Какие книги нужно прочитать детям Поскольку сейчас последняя пятница мая А дальше начинаются уже летние каникулы И сегодня со мной в этой студии Руководитель групп в Фейсбуке Форум родителей Математика для родителей Армен Халатян Здравствуйте Здравствуйте И также у нас вот представлены эти самые родители и дети Светлана Драклер Здравствуйте И ее вот дети Ария и Илья Здравствуйте Здравствуйте Ну вот действительно, наверное, начнем с того Что дает нам чтение Зачем мы читаем Потому что я просто помню прекрасно Дни книжного дефицита, дни книжного голода Когда книг издавалось очень много И все равно их не хватало на всех Если я помню, как вот возле Не так далеко отсюда Магазин подписной литературы Где ночами люди стояли Когда должны были вот подписки Можно было купить Собрать сочинение Да, подписаться на него И люди отмечались И приходили там буквально не одну ночь стояли А несколько ночей держали в очереди Книжные магазины Там дружить с директором книжного магазина Или продавцом Это в принципе считался Вот очень хороший блат Который Ну вот А затем, когда вот книги Стали как будто бы доступны всем Вот как у Райкина было Когда вот монолог про дефицит Пусть все будет Но чего-то не хватает Вот дефицит должен быть Вдруг оказалось, что Ну вот книги Не то чтобы обесценились Но они потеряли Вот когда их можно было купить Спокойно, свободно Их стали покупать меньше И стали покупать более дешевую Такую Я помню Бульварную Бульварную литературу Сейчас чуть-чуть немножко все выравнивается Но вот что дает вообще чтение людям Вот если так подумать, порассуждать Зачем вообще нужно читать? Может быть я отвечу по части теории А потом уже дети ответят И родители по части практики Хотя тоже родитель Я думаю, что вот мы можем думать о том Что мы теряем, может быть Когда наши дети не читают Первое, что мы теряем Это, наверное, определенная связь поколений Потому что не все мы можем объяснить Не все ситуации И когда дети читают те же книги, что и мы По сути мы их знакомим со своим миром Со своим прошлым Что-то они могут взять Что-то они могут не принять Но тем самым вот эта связь поколений Она происходит через книги Это один момент Второй момент Это, ну не побоимся этого слова Интеллект Развитие интеллекта Есть такое выражение Что люди, которые читают Всегда будут управлять теми Кто смотрит телевизор Или можно сказать Что те, кто смотрит YouTube Потому что все-таки Когда мы читаем У нас воображение задействуется Гораздо больше Мы гораздо больше думаем И это определенная работа ума И привычка работы ума Еще один важный момент Вот именно по поводу Чтения художественной литературы Во многих вот бизнес Всяких коучинговых То, что называется Программах И так далее Вот когда советуют Что делать Говорят, что Обязательно Любой бизнесмен Или не бизнесмен Просто человек Который хочет развиваться Во взрослом уже возрасте Он обязательно должен читать Художественную литературу Потому что Наш мир Он настолько усложняется Что мы не можем На все прочитать Свою инструкцию То есть если мы просто читаем Предметную литературу Мы не успеваем за ним А художественная литература Это метафоры Когда это воображение Это развитие воображения И поэтому Это дает нам продвижение И наконец Это моральные нормы То есть я говорю про связь поколений В этом что-то есть уже И от норм Но все-таки моральные нормы То есть мы Не всегда общаемся с детьми напрямую Мы не всегда можем Их во всех ситуациях Подстраховать И подсказать Как им быть Приведем такой пример Как Джек Лондон Белый клык Зов предков Такие книги Всякие 15-летний капитан Когда дети все это читают Или там Мы все рыдали В свое время Над хижиной дяди Тома Все равно Это определенные прививки Образцов поведения Ну там что хорошо И что такое плохо Я кстати Всегда держал в голове Три мушкетера Как модели Думал Что вот как бы поступил В этой ситуации Атос Когда я понимаю Что например Вот слишком высокие стандарты Ну хорошо А как бы поступил Тогда Д'Артаньян Вроде бы Более хитрый Более ну как бы Ну или Или по крайней мере Арамис Как самый такой Ну скажем Такой вот Гибкий Да гибкий То есть вот эти Вот какие-то Вот моменты Они как такие Нравственные камертончики Которые всегда с собой Ты можешь приложить И посмотреть Вот ну что Как вот Если поступает Вот герой Вот в такой Подобной ситуации И приложив Ты понимаешь Как нужно поступить Тебе Да И вообще Во многих очень И биографиях И в отзывах Людей уже состоявшихся Когда смотришь интервью Они часто говорят о том Что да Вот родителям было некогда Заниматься Или там еще что-то Но я читал И через это Вот я очень много Всего воспринял Я хочу еще сказать Что Вот я буквально Недавно читал книгу У меня вылетела фамилия Автора Из головы Но это вот Православный освященник Который написал О пользе чтения Тоже вот прямо Вот на тему Нашего сегодняшнего Рассказа Я видел что-то подобное Да И вот у него Была очень тоже Интересная мысль Высказана о том Что он говорил о том Что в детстве В юношестве Вот эта Приключенческая Литература Она очень важна Чтобы человек Вот ну вот Весь этот азарт Весь этот авантюризм Он пережил вот внутри В своем воображении И он высказал Такую интересную мысль Что те Кто не успел Прочитать эти книги Они наиграются На собственном опыте Вот в эти какие-то Вот в этих казаков Разбойников И скорее всего Они закончат Не очень хорошо Не очень хорошо Да Что вот Они вот Обычные дети Они могут вот В своем воображении Пережить все эти ситуации И они уже вот На этом все Все закончится Но вообще Конечно сюда просится Песня Высоцкого Что лепли волосы Нам на вспотевшие льбы И так далее Она это знает Красная песня Да Они знают Ну и вот мы Теперь приближаемся К самому главному вопросу Вот впереди лето Что почитать Что посоветовать Почитать Что вообще Есть ли какой-то сейчас Список обязательной литературы Дают ли учителя Какие-то эти списки Литературы Ну обязательных списков нет Все рекомендуют Вот я Я как мама Уже давно Еще до того Как мои дети Пошли в школу Я все-таки Ориентировалась На какие-то Ресурсы Где опубликованы Книги Которые рекомендованы Тому или иному возрасту А на какие ресурсы А? А на какие ресурсы Ну Разные Посоветуйте нам что-нибудь Разные российские Нет я прямо вот Набирала Что рекомендую А вы просто строчку набирали Что прочитать летом Да Еще у меня Ну есть такой опыт Я в общем-то Я в Москве работала Учителем И я Какие-то вопросы Задаю своим бывшим коллегам Ну чтобы Не то что идти Нога в ногу Ну тем не менее Какой-то ориентир Но я благодарна Учителям Своих детей Которые дают Списки Рекомендованной Литературы На лето Придерживаемся Вот сейчас Младший Открыл список И понял Что он Очень много Уже из Того что рекомендовано Прочитал Очень этому Обрадовался Потому что у него Остался задел Того что он может Прочитать Нерекомендованное То что он хочет Есть На самом деле В нашей семье Мы рекомендуем Сами То есть мы детям Что-то советуем И Это дополнительный Повод Поговорить с детьми Потому что У нас постоянно Идет обсуждение Чего-то Либо мы смотрим Либо мы читаем Но мы всегда Это потом проговариваем И Когда дети Родили Ну старший Сначала У нас появился Мы сначала Читали что-то А потом Когда он подрос Мы Экранизации Смотрели И вот так У нас В семье идет Мы сначала Смотрим Потом Фильмы Спектакли Причем Есть произведения Которые Экранизации Мы смотрели В разных вариантах И это тоже Такой момент Сравнительный Интересный Есть что Обсудить Да? Да Не Ну может быть Они скажут Что они хотят Прочитать Ну сейчас Есть отличный писатель Анна Старобинец Она написала Пять частей Зверского детектива И как я понял Сейчас она Выпускает Новую часть Это не Зверский детектив А Зверские сказки Тоже интересная Я надеюсь Что я Летом ее Прочитаю Мне Нравится Читать Всякую Литературу Начиная От классики Заканчивая Фэнтези Ну Мои любимые Это Про Гарри Поттера Книги Которые Я читал Раз Двести Да Гарри И Он для меня Стал Некоторым Неким Примером Того Как надо Себя вести С друзьями Это ведь Книга О верности Друзей И Наоборот О предательстве И А кто Кого Придает Там Ну Для Гарри Поттера В книге Принц Полукровка Гарри Поттера Принц Полукровка Ему казалось Что Северус Снэйп Придал Альбуса Замблдера Когда Убил Его На Астрономической Башни Но Только Потом Он узнал Что Это Было Не Предательство И Этот Момент Меня Очень Растрогал Последняя Книга Была Очень Интересна И Когда Вот Эта Раскрутка Когда Ты Узнал Что Северус Снэк Был Защитником Двойным Агентом Это Было Таким Открытием Интересным И Это Раскрыло Сюжет По-новому что похоже. А папа им сейчас, ну, просто я приостановила чтение, а папа им читает сейчас «Похождение», ой, «Приключение». «Хожая на середину». «Хожая на середину». Но это не современное. Я просто к чему? Я все времена. Я к чему? Что когда ребенок не читает, вот если мы берем эту ситуацию, то выход может идти через чтение родителями детям. Вот как за правило взять. Но его еще надо поймать и привязать ремнями к струну. У нас как-то это... Я помню, что у меня в 4 года мама так вот хитрым способом она читала сказки, и вдруг останавливаясь на самом интересном месте, говорила, ну, все, там я не могу. Шокерезан. Ну, и вот, да, нет, просто получалось так, что я начал уже пытаться сам изучать буквы и пошел читать, потому что это было вот, ну, а что же там дальше будет-то? И потом только она призналась, что она, в общем-то, сознательно шла на эту хитрую, чтобы, ну, вот сподвину... Вовлечь вас. Да, вовлечь нам читать. Вот папа нам тоже, когда читает, если главы, они большие, уходжу на середину, он специально на самом интересном месте останавливает, и говорит, уже поздно, ложимся спать. Но был еще один момент, нам учитель в школе дала отрывок из книги Иосифа Дика «В дебрях Карабумбы». Он меня так увлек, что я зашел на сайт, официальный сайт этой книги... Ну, там, где можно все-таки... Где можно прочитать ее. И дочитал где-то за два дня. И всю книгу он решил прочитать? Хотя это не современный. Это не современный писатель. Да, да, я про современные времена. Я помню, как тоже была Христоматия у нас детская. Там были как раз фрагменты определенных книг. И вот я прочитал, по-моему, это был кортик, что-то такое. И вот я понимаю, что вот его я хочу, а ее нету. Вот попробую ее... А сейчас уже можно. Ну да, вот кортик, бронзовая птица, и затем третья часть. Но там кровь там был дальше, да. Нет, нет, там еще была третья вот книга в этой серии. Кроме бронзовой птицы, «Последнее лето детства», где участвовали те же... Вот, те же самые герои. Да, те же самые герои. Вообще, я хочу сказать, что вот интересно, но в те вот времена, когда, ну там, в 50-е, 60-е, 70-е годы, и в годы моего детства, я даже, может быть, не осознавал, насколько все-таки мы интересовались литературой не только своей, ну то есть вот своей национальной литературой, детской литературой, но насколько были широки рамки интереса вот детей к литературе детской мировой. Потому что я с удивлением, например, узнал, вот профессор, американский профессор вот американской литературы, он сказал, что вы знаете, мы в Америке Майнрида не знаем, потому что Майнрид английский писатель, хоть он и писал про Америку, Он был помешан на Америке, он по картам изучал, он все эти там «Всадники без головы», там прямо все эти рисунки, карты привели. Пробу войны читал вот «Всадник без головы» тоже. Вот, а оказывается, что американские дети, они просто не читают, потому что они интересуются только американской литературой. И вот как-то они ограничили себя и вообще вот просто дальше никуда. А тут и Жюль Верн, и Конан Дойл, и Стивенсон, и Буссенар, и Хагард, и Марк Твен, и там Дзюма, и Уилки Коллинз. И это, ну, в принципе, можно перечислять и перечислять, и вот все эти… Не пухо мы вообще приватизировали. Ну, как-то точно так же, как и, по-моему, Трэверс её… Марик Твенсон, да. То есть это свои родные так. То есть вот я просто думаю, что это какая-то интересная национальная всё-таки черта характера, наверное, интерес к другим культурам, к литературе другой, потому что… Ну, как к путешествия, да? Мы можем благодаря этим книгам попутешествовать в те страны, где не были, или в те времена. И самое интересное, что все сюжеты, они, когда бы они не были написаны, но всё-таки даже в современной литературе можно, ну, так, отсылку к старым книгам, найти что-то общее. Когда ты вот все эти книги читаешь, да, прочитал книгу, читаешь другую, о, так это же отсылка на другую книгу, и уже интереснее становится читать, смешно. Мне вот такое нравится. Кстати, в этом плане, вот когда мы ещё, дети были помладше, мы активно смотрели «Смешариков». Вот кто смотрит «Смешариков», там очень много киноцитат. И там цитаты из таких классических, там есть цитаты из этого, из Тарковского, да, вот из «Соляриса», то есть там есть цитаты из этого, как этот культовый такой режиссёр, он там, «Братья Гримм», вот фильм. «Братья Гримм», ну, то есть там из всего, и там вот действительно вот хороший мульт, он снят таким образом, что он и месседж даёт детям, он месседж даёт взрослым. Интересно, обеим смотрят, да, там, например, есть цитаты из фильма «Высота», вот где «Вертикаль», где Высоцкий играет, вот, ну, вот такое, да. Да. Ну, и действительно, вот то, что эти книжки, я хотел, кстати, подчеркнуть, что вот как раз прозвучало, что любят фэнтези, но тем не менее, вот мне кажется, что очень важна вот классическая фантастика, она ведь тоже очень, ну, вот мир фэнтези, вот для меня как бы это чуть-чуть другой жанр, потому что в классической фантастике, вот начиная с Орсона Уэллса, господи, не Герберта Уэллса, да, Герберта Уэллса, где вот он задал прямо вот «Машина времени», «Человек-невидимка», «Остров доктора Моро», то есть вот какие-то прямо целые направления, которые затем уже разрабатывали дальше фантасты, вот представить себе, пофантазировать, ну, или, ну, например, «Беляева», там вот «Остров погибших кораблей», глава профессора Дуэля, да, вот это вот настолько увлекательное, ну, вот ощущение того, что что-то придумано, и ты дальше развиваешь эту идею в реальность, то есть это не мир, там, драконов, принцесс, это наш реальный мир, где просто что-то вот, или три закона роботехники Айзека Азимова, вот тоже Роберта Шеклина, то есть вот фантастика, которую мне ужасно очень, да, его всё время сейчас называют Азимов, в принципе, там, выяснишь его всю жизнь все в Советском Союзе называли Азимовым, но я уже как-то к этому ударению. Здравствуйте, добрый день. Добрый день. Я благодаря чтению у меня грамотность зрительная, в каких-то особо я никогда не могла запомнить правила, а грамотность именно зрительная. Абсолютно то же самое. Это, кстати, всё в защиту детективов, их почему-то считают низкопробным чтивом. Но вот хорошие советские детективы, вы знаете, они чем хороши? Там следователи расследуют всякие разные дела, то какой-то химический завод, потом преступление денежное, то они дают очень много знаний, причём очень хороших. Вот благодаря этому я во многих каких-то вещах тоже начала разбираться. А вам удачи и спасибо. Спасибо большое. Кстати, да, вот жанр детектива тоже, мне кажется, вот очень интересен, вот начиная с Конан Дойля, которого... Обожаю Широка Холмса. Я читал много частей, а мне немного страшно. Я тоже, кстати, вот когда я читал, особенно вот «Пять зёрнышек апельсина», мне ужасно было страшно, пёстрая лента, да, и ещё там был, по-моему, человек с рассеченной губой. О, рассеченной губой. С рассеченной губой. Я прямо сидел, дрожал там, я, по-моему, залезал на подоконник, чтобы я видел, что ходят люди, что... Безопасное место такое, да, да. Какое-то ощущение безопасности, потому что какой-то прямо вот был жуткий страх. И мне кажется, что вот другие детективисты, ведь прекрасные были детективы, ну, можно считаться одним из первых детективов «Лунный камень» Уолки Коллинза, где всё-таки там детективная основа похищения этого лунного камня. И опять-таки «Кортик, бронзовая птица» — это же тоже детективы. Да, да. Кстати, очень хорошая книга, наверное, для детей постарше, это «Ефремов». Это... Но я вот волнуюсь, когда... У меня всё вылетает из головы. «Лезвие бритвы». Да, да, да. Во-первых, там детективная основа, и там настолько вот... То, что говорила слушательница сейчас, очень много узнаёшь через эту книгу, очень много фактологии, очень много всякой интересной информации, и при этом очень... Там сначала очень такой медленный сюжет, потом он начинает закручиваться, а в конце он выходит вообще на такие очень важные, что ли, вопросы бытия. «Ефремов» вообще рекомендую. И «Лезвие бритвы», и «Лезвие бритвы», и рассказы его отдельные, очень хорошее чтение. Вот говоря про классическую, действительно, к фантастику, вот гиперболуид инженера Гарина, Алексея Толстого, ну и Жюль Верн, кстати, ведь мы тоже как-то вот его забыли. И Жюль Верн, наверное, на «Дети капитана Гранта», и вот вся трилогия. «Таинственная остров» прекрасная книга, «Вокруг света за 80 дней», одна из моих любимых книг была. То есть это вот всё тоже, мне кажется, нужно обязательно вот прочесть. И «Стругацкие», как такое... Ну, это уже постарше, постарше. Это уже всё-таки начинается в субботу. Ну, студенческое, это студенческое чтение. Можно уже что-то такое. Ну, в общем, да. Это больше студенческое чтение. Мы всё ещё Ильфа и Петрова всё уже так пододвигаем. Да, кстати, а что вы, 12 стульев? Ну да, я хочу, чтобы уже, я думаю... Начинали. Не, ну если младший сейчас взялся читать «Приключения бравого солдата Швейка», то я думаю, что и Ильфа и Петрова тоже ему нравятся. Ну, конечно. Хотя вот мне, например, и «Сказки салтыкова щедрена» нравится. А мы не будем задавать вопрос по поводу того, где наши слушатели берут книги? Давайте спросим. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Вот где вы берёте книги? Вы их берёте у знакомых, покупаете в магазинах, вы их читаете в библиотеке или берёте там в библиотеке? В общем, каким образом книги попадают в ваш дом? Может быть, поделитесь своими наблюдениями. Здравствуйте. Добрый день. Вот знаете, книги, настоящие библиотеки просто выносят к мусорникам. Это что-то с чем-то. Но я хочу вам сказать, что в детстве вот мы читали всех, и американцев, да, и даже Диким Мирон мне преподел, как сказать, товарищ. У него мать была учитель литературы, поэтому ему это было доступно. Но я такая юная, но я из этой книги тоже извлекла полезно, что и такое бывает, оказывается, понимаете? Ужас какой ужас. А вот хочу вам сказать, что повесть о настоящем человеке. Почему? Мересьев, да, сейчас там юбилей какой-то у него, да? И Клинтон, а этот, Роберт Кеннеди, он же тоже был морской офицер, их катер взорвали, и он несколько раз плавал туда-сюда, своих товарищей спасал, да? Так вот про Мересьева, почему я акцентирую, да, прочитать молодежи, что это не выдуманные герои, а это настоящий он герой, да? И у нас, вот где я жила, вот прямо на границе Краслава, Робежники и Юльянова. Вы не представляете, у нас через одного все были без одной ноги, а то и без двух, вот Лестин Валет, его сын был мой одноклассник, да? Он был, одна колода у него была, вторая там пятка, на пальцах не было ничего, они работали, он косил, он молочный такой богатырь, молочные бидоны эти, как игрушечные. У них ни пенсии не было ничего, потом ему дали эту тележку, как она называлась, коляску или как? И вот мало того, что он весь такой израненный, да, и без ноги, и без пальцев, без полы, у него и жена такая же была. А мы думали, вот там Антус, этот дядь, а им, мне было уже 10 лет, это значит 58-й год, а значит им лет по 30 было, значит они все эти увечья получили в 20 лет своих, призывники, то есть они вышли на войну призывниками, да? И они были такие счастливые, они выжили, да, сколько не выжило. И вот представляете, швагра мой, он один сам, без ноги тоже, без ноги, но он очень нервный был, худой такой, как, вот как скульптура такая, железный человек. И он один рубил дома и их складывал, да? Потом он исчез, куда-то, видно, заказы тут закончились, он моей крестной за три дня срубил сарай и пуню, и сложил. А скажите, скажите, пожалуйста, а вот все-таки вот возвращаясь к книгам, где вы берете книги, чтобы почитать? Ой, боже мой, у меня квартира завалена книгами, я говорю, вот просто к мусорнику целые выставляют, к мусорному контейнеру. Целые выставляют библиотеки, очень хорошие, даже, знаете, я вот взяла там и какая-то альманах по музыке, эти все терминологии еще какой, взяла, около почтовый ящик положила, думала, ну вот какие ценные книги. Кто-то шел, ну забрал, ну слава богу, хотя бы они там не попали ни под дождь, ничего. И просто даже не знаешь, а вот Задорнова, ему же несут в эту библиотеку Задорнова. Многие книги даже не берут, отказываются, потому что очень много туда несут книг. Я слышала передачу вот в библиотеку Задорнова, а у меня и Ключевский есть, и ой, даже не буду вам пересказывать. И потом я читала еще американская история в детстве, да, это Золя, по-моему, или Пута, уже, знаете, память не знаю. И там я, представляете, это такой криминальный детектив, не детектив, и там я для жизни, нас родители не очень-то воспитывали. Мы такие вольные росли, гуляли, ходили, купались, три озера, там такое местечко, сад. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Да, я просто упомянула, у нас есть еще один звонок, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Ну, знаете, если уж там говорили про старую литературу, ну, мое поколение, мы, да и старше тоже, вот все-таки еще забыли упомянуть, Казанцева, Час быка Ефремова, того же, очень сильная вещь, которую рекомендую многим молодым почитать. Много чего было в то время, и особенно, когда советское именно вот время была, так называемая, фантастикой издательств МИД. Она давала зарубежную фантастику, но, как потом стало понятно, это было действительно сливки западной зарубежной фантастики, которые отбегались с очень грамотными людьми, и действительно была отборная фантастика, которую с удовольствием читала. Когда уже стало можно печатать все, я, как я даже удивлялся, купив того же своего любимого Эндрю Нортон, да, другие произведения, которые абсолютно не зазвучали на фоне ранее опубликованного. Вот, вот, такое просто мнение. Спасибо. Вот, поминули полевого, если можно. Сейчас, секунду, еще там час закончится. Да. А где беру книги сейчас? Ну, вы знаете, сейчас очень много авторов ушло просто в сеть, и даже в печатном виде, к сожалению, книжка не издается. С одной стороны, в сети читаешь практически мгновенно, даже в течение, в момент написания авторы выкладывают, да, если что-то нравится, и потом это вышло в бумаге, уже знаешь, что покупать или какого автора смотреть. Он, к сожалению, завозит довольно поздно книги, да, вот Полариса, магазины, они, слава богу, что-то еще везут, да, так как довольно часто в Москве по работе бывают библиоглобусы и еще несколько сетей. В Москве очень много, что можно с удовольствием походить, полистать, повыбирать не только фантастику. Спасибо. Спасибо. Вот, да, говоря про «Повесть о настоящем человеке», я просто хотел тоже сказать, что тот же самый вот православный священник, который меня что еще поразило, он рассуждал, он говорил о том, что Че Гевара, называя свои вот книги, любимые книги, которые его сформировали, он называл вот три книги Чаева, Фурманова, «Повесть о настоящем человеке» Полевого и «Как закалялась сталь» Островского. И он внеожиданно делал вывод, он говорил, что, ну, казалось бы, православный священник, и тут советская литература, которая как бы тогда боролась с религией, да, вот. Но он говорит, вот посмотрите, а вам не кажется, что эти книги написаны как жития святых? Вот это, в принципе, ведь это мученики, которые шли за свою веру и страдали. И вот он говорит, что эта вот литература, она чем-то вот, ну, созвучна христианской литературе о мучениках. И понятно, почему Че Гевара, который не стал вот таким коммунистом-бюрократом на Кубе, а который, ну, вот, положил свою жизнь, он отправился, он не мог быть, вот, в этом было что-то такое троцкистское, мне кажется, вот, ну, он не мог быть вот там сталинским бюрократом, сидящим в кресле, он обязательно должен был где-то с автоматом по джунглям бегать. Вот почему он выбрал именно эти книги? А я хотел немножко сказать про Полевого, то, что там же Мересев, да, или Моресев, правильно его фамилия была, это мы изучали в школе, эту книгу, и, конечно, было очень сильное впечатление, когда показывают праздничный концерт, и встаёт этот Моресев реальный, живой, под аплодисменты. И это действительно очень сильно отзывается, то есть ты понимаешь, что вот этот человек, он был на самом деле, это твоя история. И вот мы говорили в первой части про связь поколений, очень многое сейчас, конечно, узнают благодаря фильмам. Например, вот, когда вышел фильм «Легенда номер 17», для меня тоже было открытие, что вот был вот этот, это лига с канадцами, это игра, я потом спросил у отца, и он говорит, да, да, вот это всё было, и потом прочитал в Википедии, потом был вот этот фильм «Вверх», тоже про баскетбол, движение вверх, потом про станцию «Салют-7», что интересно, я знал ещё в своё время, я читал такой, был польский журнал «Горизонты техники», и вот, значит, там было, да, вот про космические, и там как раз сказали, какая-то была уникальная операция по спасению станции «Салют-7», в то время это было уже написано, 80 какой-то год, год, а у нас это, оказывается, было под секретом, но я хочу сказать, что это очень важно, действительно, вот, чтобы, ну, дети там понимали свою историю, что в ней было, и вот эту связь, и, может быть, может быть, вот мы скажем про то, что, вот мы сейчас вот напихали, да, и наши слушатели много всего про старое, а что с новой литературой? Вот ребята назвали новые книжки, почему я лично, как тоже родители, с опаской отношусь, вот, к старым, к старым книжкам, к новым книжкам, к новым книжкам? Так, я сам себе задал вопрос, и сейчас сам на него отвечу. Ну, реально, действительно, есть такое опасение, потому что мы не знаем, мы, как бы, многие книги, которые сейчас выходят, они не прошли фейс-контроль наш, поскольку сейчас очень много всего тоже выкладывается, в фейсбуке образцы неких современных рассказов, и никогда не знаешь, что там вот будет, да, может быть, там под видом чего-то такого очень увлекательного, приключенческого будут внедряться какие-то ценности, что-то там про наркотики, да, я сейчас понимаю, что я сейчас звучу очень замшело, но, тем не менее, это опасение оправданное, да, потому что мы понимаем, что и песни, и много всего, что под шумок, так сказать, пропагандируется очень много всего, вот, что вы думаете? Ну, ну... Что, может быть, наши слушатели? Да, если есть наши слушатели... Современные, я могу порекомендовать книги Кейт Ди Камилла. Да, хорошая писательница. И... Ращи Тигр. Она американская писательница. Да. Кейт Ди Камилла. Да. Кстати, её прекрасный перевод. Ольга Варшавер, её замечательно переводит. И если говорить об ориентирах, наверное... Ну, я, поскольку подписана на Ольгу Варшавер в Фейсбуке, я временами... Она часто у нас тоже была в эфире. Да, я, поскольку... Ну, знаете как, есть ощущение, что я этому человеку, не зная его, доверяю. И, честно скажу, не ошиблась. Вот у нас три дома книги, по-моему, да. Парящий тигр, как слоних упала с неба, и... Так. Третью. Одиссей и... И Одиссей и кто-то. Найдём по ключевому слову Одиссей. Вот. Ну, таким образом я вот современную литературу, наверное... Я отзывы смотрю, читаю. Ну, то есть всё равно какая-то домашняя работа для родителей должна быть сделана. Её очень большая. А её не может не быть, потому что мы же... Это наши дети. Мы должны понимать, что они читают, чтобы с ними разговаривать не на том же языке, но чтобы мы были как-то на одной волне. Ну, то есть мы не можем просто в поисковике скачать какой-то список, сказать, вот, дети, давайте, оккультуривайтесь. Ну, кто-то, наверное, так поступает. Мы не поступаем так. Угу. У нас ещё вот такое. Мы вначале читаем книгу, потом смотрим экранизацию, спектакль. Я уже говорила. Но мы обсуждаем обязательно. И если какое-то слово там непонятное, и вообще, если уж сюжет непонятен, всегда родители нам объяснят, посоветуют книгу, если нам понадобится. Угу. Да, здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Да, вы знаете, я тоже за то, чтобы дети читали вот именно нашу, как сказать, советскую ту вот классику больше, я бы сказала, потому что с чем столкнулась, когда ребёнок начал читать вот именно ту классику, да, для нас понятную, я поняла, что они уже не понимают её в принципе, да. И даже вот я сейчас перечитала буквально у них в программе «Муму» было, да, я пока читала, расплакалась, а у ребёнка, он говорит, ну, утопил, значит, так надо было. То есть не понимает сути вообще, да, происходящего, что, почему так случилось, да. И поэтому, да, родителям приходится перечитывать тоже, если забыли произведение, вот я перечитываю, чтобы ребёнку объяснить буквально рожёвышь иногда целые цитаты, предложения, что имелось в виду, почему так или не так. Вот насколько они вот нынешнее поколение, вот я сужу по своим детям далеки от того, что вот понимали, как мы это всё, для них это довольно-таки так сложно. Поэтому мы стараемся, вот у нас в семье, не давать им лёгкую литературу, как, знаете, проглотил и дальше пошёл, вот. Так, а библиотека у нас дома, плюс мы очень много черпаем от бабушек наших, потому что они очень много читали, и у них целые стеллажи. И мне больно смотреть, когда я тоже вижу много книг возле мусорников. Просто больно, я сама, бывает, тоже смотрю, что выбрасывают, а вдруг у меня этого нету, тоже с тебе беру. Или ищу, которые я хочу, вот, например, избавиться от книг таких, которые мне не надо. Я ищу людей, которым это надо было бы. И в библиотеке предлагаю. И ещё вот момент, да, мы искали одну книгу, что меня удивило. Буквально шокировало, в библиотеке, вот мы недавно проходили, в дурном обществе, вы, наверное, знаете, да, в двух библиотеках центральных мы не нашли этой книги, в программе у них уже этого нет. Мы нашли в другом месте, не скажу где, потому что нынешние латвийские службы сейчас шерстить начнут. Это был, конечно, сюрприз. И мы узнали, что с латвийской библиотек очень большой пласт классической литературы русской был уже изъят, ну, как бы, вот так, недоступен. Спасибо, ещё один звонок сразу, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый день. Добрый день. И надо что-то делать, надо собираться мыслью, надо как-то концентрироваться для того, чтобы, во-первых, во-первых, понять глубину этой пропасти, которую искусственно вырыли между нашими поколениями. И надо соображать, а чего делать, потому что, если ещё немножко, вы знаете, мы вообще получим реальное поколение манкуртов, к сожалению, вот этим пахнет. Так что спасибо сегодняшнюю передачу. Спасибо, кстати, вот слово манкурт, ведь это тоже Чингиза Айтматова. Да. Ну, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, это Анатолий. А мне понравилась очень книга «Великий океан» такого знаменитого писателя Ивана Кратта. Вы слышали о таком? Вот я не слышал. Ой, ну что вы, это же самый знаменитый писатель. Вы знаете, что он автор «Юнона и Авось»? А, подождите, а я думал, что Вознесенский. Вознесенский, он автор поэмы, ну, слов. А сюжет откуда взял? Из этой книги, Ивана Кратта, и он «Великий океан». Спасибо. 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 Ещё сразу у нас звонки пошли, но, наверное, уже последний звонок. Здравствуйте. Да, добрый день. Алло, меня зовут Игорь, я уже человек старше среднего возраста, да, значит, в детстве тоже очень любил читать, очень много книг дома было всегда, всегда везде интересовался книгами. То, что вы упоминали книги практически, даже всё это знакомо, естественно, в последнее время, правда, более электронными форматами книг интересуюсь. У меня всегда лидер при себе, и я читаю тоже довольно-таки много. Но я хотел такой вопрос поднять. Вот говорили по поводу переводов Ольги Варшавер, да, действительно, это всё здорово. Но вот я обратил внимание, что, например, детская литература местами, ну, временами иногда как бы портится. То есть я очень долго любил сказки, в принципе, до, ну, чуть-чуть ли не до среднего возраста я всегда любил читать сказки всякие-всяко разные. И в советские годы тоже очень много продавалось. Хорошие книги, вот через магазины «Глобус», например, там, да, были очень красочные, с хорошими переводами, и они были действительно очень-очень качественный, хороший перевод, и очень интересно всё это было. А тут вот уже воспитывая своих детей, несколько раз попадались аналогичные сказки тех же братьев Гримм или ещё что-то из этой серии. И какие-то такие ужасные... Это называется адаптированные... Ну, да, наверное. Спасибо, да, большое спасибо. К сожалению, у нас время закончилось уже программы. Но говорю спасибо всем, кто принимал в ней участие. И я напомню, что руководитель групп Фейсбука «Форум родителей» и «Математика для родителей» Армен Халатян был сегодня, Светлана Дрехлер и её сыновья Арьи и Илья принимали участие. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Вася. Спасибо. Спасибо.